Международный проект Ювентус Кэмп Раша стартовал три года назад. Недельные сборы российских юных футболистов под руководством лучших тренеров Академии самого титулова Новотуринского клуба уже проходили в Москве и Санкт-Петербурге. И вот теперь ребят в возрасте от 6 до 16 лет встретила весна. У нас есть море, погода, у нас есть поля, у нас есть много условий для этого. Поэтому, конечно, это однозначно, если в первую очередь спросить, а где он должен проходить в России, то было бы не сказать, что это было бы в Сочи. Задача самого комплекса и в первую очередь моя, чтобы здесь приезжали чем больше команд бывшего Советского Союза, чем больше команд будет приезжать просто в Сочи. Это и дает тем мальчишкам, которые у нас занимаются непосредственно весне, местным мальчишкам, очень большой такой опыт, и они будут стремиться к чему-то, будут наблюдать. В течение недели 50 юных футболистов занимались под руководством специалистов Академии Ювентуса. Отрабатывали тактику ведения мяча, передачи и учились играть в команде. Помимо тренировок в программу лагеря включены и занятия по английскому и итальянскому языкам. Но самое главное отмечает старший тренер международного проекта. Ребята не только укрепили физическое здоровье, но и хорошо отдохнули, ведь в отеле «Весна» создано все для комфорта. Мы очень рады, что наш третий по счету лагерь прошел в невероятно сказочных условиях. В этом замечательном отеле есть вся необходимая инфраструктура, все подготовлено для проведения наших занятий. Есть спортзал, бассейн, сауна и главное – отличное футбольное поле. Мы еще вернемся летом сюда и хотим провести здесь мастер-класс для всех желающих. Специально для этого выделим один день. На курорт проект вернется в июне. Здесь пройдет последняя пятая смена. Кстати, все участники лагеря по завершению обучения получат не только фирменную экипировку и сувениры от Туринского клуба, но и сертификаты о прохождении курса. А перспективные ребята смогут пройти обучение в Академию Ювентуса в Турине. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.